Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова и коротко о главных событиях этого выпуска. Английский язык, математика, география. Стоимость учебников на рынке доходит до 500 рублей. Бесплатное образование постепенно трансформируется в платное. Во Всемирный день оказания первой медицинской помощи в Махачкале прошел мастер-класс от работников медицины. Ювелирные изделия от именитого французского бренда «Кортье» теперь можно приобрести в Дагестане. Официальный корнер накануне презентовали в Махачкале бутике «Монте-кап». В Дербенте завершился турнир промоутерской компании «Селепшн оф Вариорс». Об итогах соревнований сегодня в выпуске. Накануне Рамазан Абдулатипов провел рабочее совещание с членами правительства, в рамках которого его участники информировали руководителя республики о ходе проведения монтажных работ на площадке исторического парка «Россия. Моя история». Как рассказал премьер-министр Дагестана Абдулсамад Гамидов, с 1 сентября в Махачкалу начали прибывать рабочие бригады для осуществления монтажа оборудования в экспозиционных залах парка. В настоящее время этот процесс активно ведется. Кроме того, осуществляются работы по благоустройству прилегающей территории. На сегодняшний день завершена работа по актуализации материалов. Также ведутся работы по обустройству самого зала «Мой Дагестан». Отметим, что исторический парк – это музей нового поколения с интерактивными стендами и инсталляциями, благодаря которым посетители смогут максимально реалистично погрузиться в историю России от Рюриковичей до наших дней. Мы хотим, как планировали, за этот и за следующий год, вот ту всю территорию, которая простаивала 14 лет, вот этот недострой, завершить и сделать там уникальный красивый комплекс. Где музеи, где спортивные залы, где бассейн, где хорошая зона отдыха, благоустроенная такой парковой зоной. Восемь многоквартирных домов в микрорайоне Порт-Петровск готовы принять жильцов. В ближайшее время из аварийного жилищного фонда переселится 430 махачкалинских семей. Председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов ознакомился с введенными в эксплуатацию зданиями. Руководитель кабинета министров отметил, что в домах созданы прекрасные условия для комфортного проживания. Строительство велось с использованием высококачественных материалов и установлены современные лифты. Вместе с тем остаются недоделки в части благоустройства прилегающей территории. Все это затрудняет процесс полноценного переселения жителей. В ходе осмотра даны указания построить подъездную дорогу, благоустроить дворовую территорию, предусмотрев парковочные места, беседки, детские площадки и зеленые насаждения. Параллельно Абдусамад Гамидов дал указание мэрии города установить автобусную остановку на трассе Махачкала-Каспийск. Работы должны быть проведены на высоком качественном уровне. Проблема с обеспечением школьников учебниками – одна из самых обсуждаемых на сегодняшний день в регионе. Родители учеников возмущены тем, что им приходится покупать необходимые книги, в то время как Министерство образования и Республики настоятельно рекомендуют не поддаваться требованиям учителей самостоятельно приобретать учебники. Будут ли школы обеспечены учебными пособиями? Ответ на этот вопрос в следующем сюжете. Чтобы в школе выдавали все книги – несбыточная мечта каждого родителя. Дефицит учебной литературы вызывает большое возмущение в обществе уже на протяжении многих лет. Каждый год в первых числах сентября книжные магазины заполоняют возмущенные родители дагестанских школьников. Английский язык, математика, география. Стоимость каждого учебника доходит до 500 рублей, не говоря о рабочих тетрадях, которые к ним прилагаются. Проблема существенно бьет по карману, поэтому не может оставаться негласным. Республиканское министерство образования, в свою очередь, призывает не поддаваться на территории. Это требование учителей приобретать книги. Дескать, ведомство решит эту проблему самостоятельно. В этом году новыми учебниками были обеспечены вторые и седьмые классы. И если с ними проблемы не возникало, то возмущение родителей учеников остальных классов переполняют чашу негодования. Книги получат и ученики с 8 по 11 классы, заверяют работники образования. Но когда, если учебный год уже начался? Признаем и извиняемся за доставленные неудобства для старших классов, для 8-11 классов, потому что на этой связи с большим количеством тиража просто невозможно такое количество учебников взять разами распечатать. Просто это очень много учебников. Поэтому они по мере того, как будут выпускаться, они будут в республику поступать. Проблемы с нехваткой учебников в начальных классах быть не должно, уверяет замглавы ведомства. Если где есть проблемы, то это в старших классах и те временные. По словам замминистра, общественный резонанс вызван родителями, которым не объяснили, когда будут учебники, а попросту отправили на рынок за приобретением книг. В школах же считают немногим иначе. Количество учащихся, скажем, увеличивается из года в год. К примеру, если я вам скажу, что в 3-4 классах получены были в прошлом, позапрошлом года, скажем, 170 комплектов, а количество учащихся увеличилось до 190. Уже по этим же параллелям. Естественно, конечно, здесь некоторые комплекты учебников недостаточны. Следуя логистической цепочке, министерство книги закупило и передало в школы. В школах пособия донесли до учащихся, и так с 1 по 7 класса. Если где-то и не хватило, то это связано с ежегодным увеличением числа школьников, точное количество которых невозможно предугадать, со скудным бюджетом республики и с боем системы закупки книг. Факторов, влияющих на ситуацию, еще много, но фактом остается одно. Пока проблема не будет решена полностью, а не частично, книжные ларьки с мигом подскакивающими ценами будут процветать. А от бесплатного образования останется одно название. В рамках ежегодного празднования Всемирного дня оказания первой медицинской помощи в Махачкале прошли мастер-классы для жителей столицы. Десятки людей узнали, как оказать экстренную помощь и на практике закрепили освоенные. Подробности в сюжете Гамзата Нурмагомедова. На аллее дружбы студенты и преподаватели Дагестанского базового медицинского колледжа совместно со спасателями МЧС Дагестана продемонстрировали мастер-класс по проведению простейших медицинских мероприятий для спасения жизни человека. Показываем, как оказывать первую помощь, как определить, жив ли человек, если увидели где-то умирающего человека без сознания. То есть мы пробуждаем в людях человечность. Как показывает жизнь ситуации, требующие оказания экстренной медицинской помощи возникают чаще всего неожиданно. В условиях дефицита времени нередко в отсутствии людей с медицинским образованием. Поэтому приемами оказания первой помощи важно владеть каждому человеку, действовать быстро и решительно. Человек, когда сталкивается с этим, умеет он оказать эту помощь или нет, он все равно старается чем-то помочь. И зачастую я раньше сталкивалась на берегу с тем, что не то что помогают, а вредят вот этому всего. А теперь народ стал грамотнее, и я вижу сейчас активность, во всяком случае люди подходят, и это нужно знать каждому человеку. Для России эта тема более чем актуальна, ведь по данным официальной статистики, за последние десятилетия травматизм занимает одно из ведущих мест среди показателей смертности и инвалидности в нашей стране. Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечается ежегодно, начиная с 2000 года. В центральной джума-мечети села Каратахвахского района состоялся республиканский маджлис Алимов Дагестана. В маджлисе приняли участие полномочные представители муфтиата в территориальных округах, имам районов, религиозные и общественные деятели республики. Открыл богоугодный маджлис заместитель муфтия республики Дагестан Идрис Асадулаев. В своем обращении он передал слова приветствия от имени муфтия республики шейха Ахмада Афандии и рассказал о пользе благодатных маджлисов для верующих и воздаяния от Всевышнего за посещение подобных мероприятий. В своих выступлениях богословы говорили о благом нраве, пути Тасавуфа, воспитании подрастающего поколения и поклонении Всевышнему. В завершении мероприятия Идрис Асадулаев озвучил решение муфтия от республики Дагестана назначение имамом центральной джума-мечети села Карата Ахмада Кураева, который также является имамом муниципалитета. Ювелирные изделия от именитого французского бренда Cartier теперь можно приобрести в Дагестане. Официальный корнер накануне презентовали в Махачкале в бутике Монте-Кап. На торжественном открытии присутствовал генеральный директор дома Cartier по России и СНГ Александр Ферш. Подробности мероприятия в следующем сюжете. Благородные и сдержанные, элегантные и изящные. Коллекция Cartier представляет выбор часов и украшений на вкус даже самого привередливого ценителя роскоши. Убранство Cartier уже много лет по праву считается одними из передовых часовых брендов сегмента люкс. В каждой коллекции особенные драгоценности и необычный дизайн. Первым и единственным представителем мирового бренда в Республике Дагестан стал ювелирный бутик Монте-Кап. Конечно, прежде чем запускать бизнес, мы провели мониторинг, просмотрели количество конкурентов и нашли партнеров. Когда мы уже решили приехать сюда, с партнерами не было никаких сомнений и с открытием бизнеса тоже. Открытие корнера – большая честь для региона и бутика Монте-Кап в частности. Презентация Cartier – это показатель стабильности в нашей Республике, делится руководством магазина. Но будет ли спрос, интересуется присутствующее, на что Александр Ферш отвечает утвердительно. Представители бренда обещают сделать все возможное, чтобы удивить дагестанского покупателя неповторимыми изделиями. И у мужчин, и у женщин есть страсть к красоте, креативности и творчеству. Они ищут в нашей продукции элегантность и, что немаловажно, долгосрочность. К примеру, серия часов «Танк», которая также здесь представлена, празднует в этом году свое столетие. Все потому, что они просто не выходят из моды. Дом Cartier начинает свою историю с 1847 года. Тогда он был основан талантливым ювелиром Луи Франсуа Cartier. На сегодняшний день бутики этого бренда открыты в более чем 20 странах мира. В России и странах СНГ официальных представительств 27, в числе которых уже и корнер в Дагестане. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанская лавка представит Россию на Европейском фестивале уличной еды. Проект телеведущего Мурада Калаева и рестораторов Расула и Камилы Паркуевых «Дагестанская лавка» представит Россию на финальном состязании в Берлине в конце сентября. Участники фестиваля будут бороться за звание лучшего европейского проекта. Среди конкурсантов представители из Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции и других стран. Дагестанец Расул Назиров занял третье место на международном турнире по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Все свои встречи Расул провел уверенно, только в двух из них наш спортсмен уступил своим соперникам. Поединки за третье место сборная России выиграла у команды Франции. Благодаря этому результату Расул получил возможность выступить на чемпионате Европы. Шестая дагестанская книжная ярмака Тар-Китау пройдет в Махачкале. В этом году книги жителям Дагестана представят более 20 издательств. Планируется проведение тематических мероприятий, мастер-классов, круглых столов, а также встреча с гостями, писателями, критиками и литературными деятелями. В Дербенте завершился турнир промоутерской компании Selection of Warriors. В рамках бойцовского вечера жители и гости Южного Дагестана увидели 11 профессиональных поединков по правилам ММА. Своим выступлением в ходе главного боя вечера публику порадовал популярный боец Артур Гусейнов. Обо всем по порядку Курбан Рагимов. Шамид Хану Магомедову 22. Из них лишь три он посвятил грэплингу. Став двукратным чемпионом страны, спортсмен решился на новый вызов. Теперь он профессиональный боец ММА. Его дебют пришелся на турнир Selection of Warriors, где представитель Буйнакского ДЦЦ одержал победу удушающим приемом. Мои друзья, спарринг-партнеры, тренеры, именно к этому меня готовили. Поменьше ударов, побольше позиции, контроль и сабмишин. Так все и закончилось. Я поставил начало, наш клуб Мишала будет выступать во смешанном единоборце. У нас очень много талантливых ребят, именно в Буйнакском филиале ДЦ. И вы нас еще увидите. Турнир Selection of Warriors в переводе с английского «Отбор воинов» проводится в пятый раз. Соревнования призваны открывать новые имена в смешанных единоборствах. Здесь выступают как дебютанты, так и спортсмены, заявившие о себе на мировом уровне. К участию приглашены бойцы из стран СНГ, представители разных субъектов России, атлеты из ведущих клубов Дагестана. Сегодня у нас по счету считается уже пятый турнир Selection of Warriors. Я до этого проводил в Махачкале, в Каспийске, в Москве, во дворце спорта «Динамо» Кавласка. Мы расширяем границы, мы будем и в Ростове, и в Санкт-Петербурге проводить. На сегодня мы проводим в городе Дербенте, чтобы здесь спорт не особо развит. Мы хотим и здесь, чтобы спорт развивался. В общем, турнир вообще нелегко организовать. И я бы хотел выразить благодарность моим старшим братьям Гаджи Гаджи и Муслиму Дахаеву. Для махачкалинца Мурада Магомедова поединок на турнире стал шестым в карьере. Подготовка к нему была долгой и упорной. Отсюда и положительный результат. Спортсмен из Дагфайтера завершил бой по-мастерски, выиграв больвым приемом на руку. Готовился долго. Три сбора прошел. Одни хунзахи в Таиланде и Каспийске последний сбор прошел. Готовился у себя в зале Дагфайтера. Как получилось, так получилось. Обратил внимание, что он руки, такие раскинутые у него руки. Я не знаю, почему-то подумал он боксер и не стал с ним в стойке драться. И вот решил повалить его. И так получилось. Воля к победе, нокауты и красочные бои. Таким для болельщиков запомнился вечер в Дербенте. В основных поединках разыгрывались чемпионские пояса. Их обладателями стали Муслимбек Муслимов, Мурад Рамазанов и Артур Гусейнов. Последний одержал досрочную победу в дюбите встречи, одолев бойца из Киргизии удушающим приемом. Хотел бы поблагодарить, кто будет сегодня. Не только за меня болеть. Я никогда не отличался от других. Я не считаю себя лучшим, голодным, потому что все бойцы одинаковые. Сибирь, голодным, потому что все бойцы. Следующий турнир организаторы планируют провести в конце года в Буйнакске, а уже в начале 2018-го в северной столице России, Санкт-Петербурге. Курбан Рагимов, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Дербент. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 57,16 рубля, евро 68,64 рубля. А это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете увидеть на нашем сайте nntv.ru. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова